Сразу три страны, США, Великобритания и Германия, вдруг предупредили об угрозе терактов в Москве с 7 по 9 марта. 48 часов они говорили. Ну и Симоньян, пропагандистка, она тут же так вот обиженно как-то заявила, что вы либо всю давайте информацию, либо вы соучастники террористических актов. Вам, Игорь Александрович, понятно, кто может быть источником этой угрозы, этого потенциального теракта, и почему именно в эти дни? Ну, конечно, понятно. Значит, там одно слово очень смешное было сказано, значит, что эти теракты совершит некая террористическая, экстремистская организация. Экстремистская организация. В России есть одна террористическая организация. Одна. Российская Федерация? Да, она называется Российская Федерация. Совершенно верно. Во главе с Владимиром Владимировичем Путиным. У этой экстремистской террористической организации несколько инструментов, в том числе и ФСБ. Вот. Поэтому тут гадать-то нечего. Кто может совершить массированные теракты, в том числе против граждан США, Германии, Великобритании? Ну, конечно, только ФСБ. Значит, зачем нужно было скрывать, это уже не ко мне вопрос, это вопрос к МИДам, ФРГ, Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Зачем они в такую странную упаковку словесную спрятали очевидную вещь? Это может быть повторение рязанского сахара знаменитого, то есть знаменитый теракт 1999 года, когда Путин для того, чтобы прийти к власти, решил напугать народ и устроил вот эти вот теракты, взорвав жилые дома в нескольких городах, в том числе и в Москве. И потом, после того, как народ испугался, Путин сказал, что он будет мочить террористов в сортире. Народу это очень понравилось, и народ, ну, правда, тогда все-таки выборы были похожи на выборы немножко отдаленно, поэтому там немножко больше 50% проголосовали за Путина, этого было достаточно, чтобы он стал президентом России. Все. Вероятность того, что Путин решил повторить, значит, вот этот вот опыт 1999 года, спустя 25 лет, не знаю, я не очень понимаю, зачем. Потому что, в принципе, сейчас, ну, тогда, как утверждают исполнителем этих, непосредственно организатором этих терактов, был товарищ Патрушев. Ну, вот, Патрушев на месте, он, конечно, за эти 25 лет поизносился немножко, но все равно руки-то помнят, поэтому он явно с остальной линией самому-то зачем стараться. Там есть исполнители, вот, поэтому я думаю, что такая возможность есть, я просто не понимаю, зачем. Потому что гораздо лучше Патрушева с тем, чтобы выборы были такими, как надо, с этим справляется вполне без помощи Патрушева Элла Александра Панфилова. Она нарисует любую цифру. Я не очень понимаю, зачем это Путин. Ну, может быть. Понимаете, что происходит в его безумной голове, это предсказанием никаким не подлежит. Он безумен по-настоящему. Вполне возможно, что он решил таким образом запугать население. Зачем? Не знаю. Ну, я правда не знаю. Чтобы вот эти вот там 85 или 99 процентов проголосовавших за Путина, они были более правдоподобны? Может быть. Может быть. Зачем это надо? Не знаю. Для того, чтобы все это прошло в обстановке истерии, для того, чтобы организовать какие-то теракты. Ну, имеется в виду террор большой после этого. То есть, что-то сделать наподобие того, что сделал Сталин в 1934 году, убив Кирова. Не знаю. Может быть. Отвлечь внимание от смерти Навального? Может быть. Ну, понимаете. Ну, может быть. Хотя, опять-таки, все же понимают, кто террорист в России. Все понимают, кто организовал эти... Ну, не все же там, как Юлия Латынина, по-прежнему отвергает очевидное, говоря о том, что ФСБ не имело никакого отношения к этим взрывам. Что это все чеченские террористы. Ну, это же только вот... По-моему, только Латынина так думает. Вот. Поэтому, я все-таки думаю, что, может быть, Путин безумен. Поэтому от него можно ждать и таких. Тем более, у него есть инстинкт самосохранения. Он в своем безумстве не совершает каких-то шагов, которые могут привести к его гибели. Поэтому его безумие не распространяется на применение ядерного оружия. Но вот это вполне может. Уже упомянутый вами Патрушев, секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, приблизительно тогда же, когда появилось сообщение на сайтах посольства с этим предупреждением о террористических актах, высказался публично, что нельзя допускать попыток вербовки украинскими спецслужбами жителей Северного Кавказа для совершения терактов и диверсий. Вот какая цель этой коммуникации? Действительно ли наблюдается какая-то аномальная активизация протестных настроений на Северном Кавказе? Да нет, я думаю, что это тоже, так сказать, операция прикрытия. То есть заранее сказать о том, что это вербовка украинцами, а затем вполне возможно совершить какие-то теракты. Потом спихнуть это все на украинские спецслужбы. То есть у меня нет никаких сомнений, что если вот это предупреждение США, Великобритании и Германии окажется реальным, и если будут совершены какие-то теракты, ну никаких сомнений в том, что в этом будут обвинять Украину, возможно и англосаксов каких-нибудь. Потому что, ну если уж в убийстве Навального обвинили, значит, западные спецслужбы, понимаете? То есть западные спецслужбы, я не знаю, кто там обвинили фактически руководство западных стран, там, Байдена, что Байден там проник на территорию Ямала-Ненецкого округа и, значит, проползая в вечной мерзлоте, так сказать, на территорию ИК, значит, Полярный Волк, устроил там теракт и убил Навального. Ну что еще можно сказать? Здесь они точно обвинят генерала Буданова, что он совершил все эти преступления. Понятно? Ну обычная история, самим совершить преступление, спихнуть на оппонента. Может быть, Бельгию в этот раз обвинят? Да, Бельгия под подозрением, тем более, что, ну, понимаете, тут сложный вопрос. Во-первых, как выяснилось, что Бельгия существует благодаря России. То есть тут версия истории, история очень интересная. У Путина постоянно какие-то мысли по поводу, какие-то исторические бредни, что Бельгию, да, Украину создал Сталин по приказу Путина, который по наущению австро-венгерского генштаба, ну, а Бельгию создала Россия, я не знаю, до каких стран он еще, но он, в принципе, пойдет по кругу. Бельгия там единственная причина, почему он и про нее вспомнил, потому что в бельгийских банках хранится основная часть российских средств, которые сейчас планируются для передачи Украины. Поэтому он, видимо, все-таки попытался превентивный удар нанести. Ну, конечно, бред вообще. Тем более, слушайте, ну, европейская история, она изучена вдоль да поперек, и там, конечно, история про то, как Бельгия возникла как независимое государство в результате бельгийской революции 1830 года, это, по-моему, ну, по-моему, это в школе изучают, я не знаю. Все-таки это центр Европы, это 19-й век, это в школе учат. И то, что Россия здесь, единственное, что сделала, что Николай Первый решил в этот момент не, так сказать, не подавлять бельгийскую революцию, а потому что был занят другими делами. Может быть, в этом, то есть мог бы бритвой по глазам, но не сделал. Может быть, в этом логика. Или там какие-то другие мотивы. Ну, в общем, короче, что происходит в этой безумной голове, это, конечно, трудно сказать. В нашем редакторском чате сегодня шутили, что к следующим выборам окажется, что большой взрыв и возникновение Вселенной произошло благодаря России, может быть, Сталину, может быть, Ленину, а может быть, даже Путину. Путин, Путин. Нет, нет. Я думаю, что в следующий раз станет ясно, что, ну, во-первых, Вторую мировую войну выиграл лично Путин. Мне кажется, к этому идет постепенно. И то, что там, да, действительно, что создал землю и людей, это тоже Путин. Но он просто маскировался в то время. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok